Приветствую вас. Давайте разберём сейчас ваш вопрос, который вы задаёте. В первую очередь, наверное, то, что нужно обязательно сказать, это то, что совершенно очевидно у вас есть стыд. И, ну, видно, вы об этом сами пишете. Но то, о чём вы не пишете, на мой взгляд, это то, что стоит за чувством вины. Что стоит за ним. Что здесь у вас, вот, ну, условно говоря, помимо чувствовины и чувствователя. Я бы сказал так, что речь идёт не об обошлении, а речь идёт, мне кажется, об обесценивании. То есть вам нужно обесценить, как, вот, мне кажется, вам нужно обесценить, вот, ну, свою идею, да. Идею там, ну, в данном случае, идею Бога, которую вы, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, обесцениваете. Вот, тогда, ну, почему-то вам это нужно обесценивать. Ну, вот, обесценивание, как правило, обесценивание связано с желанием себя от чего-то защитить. Обесценивание связано с потребностью удержать, я бы сказал, некий статус-кво, который у вас есть. Вот. Но, я только, вот, единственное, что я пока не понимаю, конечно, о каком статус-кво идет речь. То есть я пока не понимаю, как, как это у вас в процессе происходит. Что-то-то-то-то, о чем вы говорите, ну, что, о чем вы пишете, я имею в виду. А... Что я, ээээ... Значит, в процессе я хочу сказать. Вот вы говорите, что за все, что у меня есть, Значит, я, всё, что у меня есть, я привязываю к своему отношению к Богу. Всё, что у меня есть, говорите вы. Вот что мне интересно, что мне интересно, как эта привязка происходит? То есть, вот для меня эта привязка выглядит так, что, значит, сама по себе я не достойна того, что у меня есть. И я должна быть благодарным за то, что у меня есть. А благодарным быть я или не могу, или устал. Потому что на этом нужен ресурс, чтобы быть благодарным. Ну, если у вас нет ресурса, быть благодарным. Возникает вопрос. Возникает вопрос такого плана. Почему вы считаете, вообще, почему вы считаете, что вы должны быть благодарны, вообще, Богу там и так далее. То есть, вот, условно говоря, каким образом вы приходите к этой идее, что, ну, что вы должны быть благодарны. Ведь я думаю, что об этом, в частности, в частности, вы ведете речь здесь. Вот, это, ну, я бы сказал, это достаточно важный момент на мой взгляд. Что есть это, вот, я бы сказал, я бы сказал, что здесь, ам, сложность, которую я вижу заключается в том, что вы считаете себя и свою ценность, в зависимости от, условно говоря, кого-то, в зависимости от другого человека. И вот эта условность, она способствует тому, чтобы вы обесценивали. Идею Бога, которую вы, ну, которого вы каким-то, каким-то образом, ну, видите и воспринимаете. Ну, вот, и вот, и, значит, обошление этого, и прочее, и прочее. Вот. То есть, ам, мне кажется, что смотреть вам надо бы, м-м, в сторону... в сторону, ну, наверное, в сторону своей ценности без привязки к кому-либо или чему-либо, вот так, я бы сказал. Ну, вот это все, что я могу вам ответить эти позиции, потому что сейчас, вот именно сейчас, на данный момент, у вас идет, по сути, ну, по сути дела у вас идет постоянная борьба, у вас идет постоянная борьба за, ну, за свое, не знаю, существование, что ли, за право на жизнь, вот можно так сказать. Вот, и вы отчаянно, как будто бы, как будто бы пытаетесь доказать, что я имею право на жизнь, я имею право жить, я имею право обесценивать, вы боретесь с тем, что вас что-то обесценивает, потому что, ну, потому что вы в мне души считаете, что вы должны быть благодарны. Вот. Благодарность, так, эээ, такая благодарность, которую, на мой взгляд, эээ, постулируете вы, она, такая, ээээ, такая благодарность, предполагает, эээ, рано или поздно, возникающую, эээ, ненависть, ненависть, к, эээ, тому, кому вы, кому вы, вы благодарны. Вот. Эээ, почему? Ну, потому, эээ, потому что, эээ, ну, как бы, этот, Этот образ, которому вы благодарны, он по факту получает полный власть над вами, и это естественно неприятно, это очень больно, это очень тяжело, это очень болезненно. Естественно, это очень трудно, мне кажется, что это вполне нормально, то что вы в данном случае пытаетесь как-то объяснить, так понимаю, обысленно, обысленно, обысленно... это вполне естественно. Но это означает лишь то, что сами к себе вы относитесь, мягко говоря, как к существу неполноценному, без наличия другого существа. Мне кажется, что любая вера, структуемая конструктивность не может восприниматься так. Как-то так. Я бы сказал, я даю себе отсчёт в том, что, может быть, в чём-то я не прав, да, я даю себе отсчёт в том, что, может быть, где-то я не понимаю. Чего-то, чего-то я не понимаю, потому что, ну, как бы, объективно. Объективно я не являюсь религиозным адоптом, да, да, то есть, как бы, ну, я всё-таки, всё-таки я больше светский специалист. Ну, мне кажется, мне кажется, что было бы очень, было бы очень, очень здорово обратить ваше внимание на вас, на вас, на вас саму, чтобы, чтобы вы увидели ценность, ну, вот, свою, да, как бы, ценность в себе самой. Вот. Мне кажется, это, ну, для меня, по крайней мере, это первоочерёдная такая вот задача, которую я себе бы ставил. Вот. То, что я могу вам сказать. Повторюсь, повторюсь, я не постендую на это. То, что я говорю, может быть, неправда. Я увидел очень много внутренней блокировки вашей энергии, в том числе и сексуальной энергии тоже. Вот. Ну, психоаналитик. Психоаналитик бы сказал бы, наверное, что речь идёт об образе отца. Вот. Ну, а уж, не знаю, повезло вам или нет, но я не психоаналитик, поэтому про образ отца я говорить с ним не буду. А то, что вы, вот, условно говоря, много достаточно себе запрещаете, то, что вы много-чем-много себе подавляете, объясняю это, ну, идеей, вот, такой идеей веры. Ну, вы вольны делать, конечно, то, что вам угодно, но, на мой взгляд, ну, вы не живёте, полноценной жизнью вы не живёте. Вот. И мне кажется, что никто не получает от этого, как это, ну, преференция, что ли. Вот. В том смысле, да, что, ну, никто не счастлив от этого. Вот. Я бы так сказал, я бы так сказал. Вот. Поэтому я отвечаю вам в такой позиции. То есть, с точки зрения психотерапии, вам для того, чтобы научиться жить, вероятно, скорректировать все, что вы сейчас испытываете, вот, всю бурю гамму чувств, вам желательно начало принять, что, что бы вы не чувствовали, что бы вы не ощущали, да, это всё в вас есть, вот. Но нужно только попытаться увидеть это целиком, а не только, ну, условно говоря, вот, ту часть, да, которую вы видите, вот. То есть, мне кажется, мне кажется, что есть разные стороны, вот, с того, о чём, ну, в том числе, а, вы говорите, вот, и, ну, соответственно, наша задача с вами заключается именно в том, чтобы помочь вам максимально, максимально, по-бробно, поисследовать, то, что вы чувствуете. Вот. Как мне кажется. И помочь вам с этим разобраться, потому что сейчас вы сами этого сделать не может. Требую от себя соответствовать своей концепции, вот, которая явно вам не подходит по причинам, ну, того, что, по причинам того, что хочется вам другого. Вот. Это, на мой взгляд, абсолютно нормально. То, что вам может хотеться разных, то, что вам может хотеться разных моментов, то, что, ну, аспектов разных элементов, понимаете. Вот. И, соответственно, может быть, это нелегко будет вам признать, но, что, что так есть, это, скорее всего, правда. Чем быстрее вы, ну, на мой взгляд, перестанете как-то вот сопротивляться, да, чем быстрее вы уйдете вот туда, чтобы, ну, себя как-то вот узнать получше, если вы позволите специалистам, ну, например, психологу, вот, прикоснуться к вам и раскрыть это без каких-то, там, оценок, без каких-то, навешивания дерлаков на вас и прочее, прочее, если вы позволите это сделать, вот, то, мне кажется, от этого могут выиграть, ну, вообще, очень много людей. Вот. И самым главным выигрышным, ну, самым главным выигрышным будете, конечно, вы, потому что это, ну, как правило, это всё так работает. От этого нужна смелость, я верю в то, что вам, грубо говоря, смелый быть страшноватым, как я думаю. Я думаю, что вам, ну, больно быть смелый, потому что вы боитесь и, наверное, наверное, в какой-то степени, не без основания вы опасаетесь того, что будете ещё больше себя корить, ещё больше себя обвинять, за то. О, что... э... ну, за то, что, э-э-э-э-э-э-э-э-э... ну, за то, что, вот, э-э-э!. Вы... ну... С.... с... с... такая, вот, ха... и еее-ээ-эф. Соответственно, вам нужна помощь в том, чтобы болезненные вещи, с которыми вы можете сами не справиться, чтобы вам помочь их пройти, прожить, чтобы это было максимально безболезненно для вас, чтобы это было максимально комфортно для вас, настолько, насколько это возможно. Да, да, вот, понятно, что есть какие-то ограничения, вот, понятно, что есть какие-то, все равно будет больно, так или иначе, все равно будет больно. Вот, мне кажется, что, ну, не нужно описать, не нужно описать то, что вам может быть больно. Вот, мне кажется, наоборот, что чем быстрее вы примете факт того, что больно будет и больно должно быть, чтобы что-то получилось у вас, чтобы что-то вы для себя новые открыли. Вот. Только важно, чтобы вы были не одна, чтобы вы были не одна в этом. Вот, чтобы вы были тем, кто вас, ну, поддерживает, с тем, кто вас поймёт, с тем, кто не оставит вас один на один с данной проблематикой. Мне кажется, что такой примерно ответ я мог бы вам дать дать именно вот с точки зрения психотерапии. Ну, именно вот с точки зрения психологии, именно с точки зрения своего опыта какого-то, да, с точки зрения того, с чем я сталкивался в процессе работы с людьми, ну, например. Вот. Вот это то, что я могу вам ответить. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя получили какую-то выводы. Вот. И, значит, я надеюсь, что обратная связь, которую вы реализуете, вот, подходит начало, начало продуктивной работы с вами. Всего вам самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.